Всем привет, меня зовут Назар и сейчас я буду новым лицом на обзорах от нашей компании Ваш Пульт. Это для меня новое, так как еще ранее не записывал видео, только знаю про пульты и консультирую по поводу пультов. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось, будем отвечать. Будет изначально у меня неправильность речи, может запинаться, но вы меня простите. С каждым видео буду стараться для вас все лучше и лучше и надеюсь вам будет нравиться, так что не судите за горяча. Всем привет, меня зовут Назар и сегодня у нас обзор очень интересных пультов. Их в сегодняшнем обзоре будет не один, не два, а сразу же шесть. И плюс дополнительные девайсы для этих пультов. Начнем с того, что пульты для Xiaomi. Xiaomi техника сейчас идет, вошла в рынок и очень популярная на рынке. И многие задаются вопросом, как подбирать пульты. Давайте подскажем вам и мы надеемся, что это видео вам поможет при подборе. Начнем вот с этой линейки, 4 пульта. Это для именно телевизоров Xiaomi. Не перепутайте, для телевизоров. Вот, к примеру, данный пульт идет для телевизора Xiaomi с функцией голоса, Netflix и Prime Video. Данный пульт идет на Bluetooth. И хочу заметить, что подбор пульта должен быть очень тщательным. Вы должны брать свой пульт, который у вас шел с оригинальной, и сравнивать расположение кнопок. У вас должен быть один и тот же, кнопка в кнопку, название в название. Это очень важно. Второй пульт идет, как видите, они идут в одном корпусе, кнопки немножко отличаются. Здесь также идет он Bluetooth с голосом. Как видите, следующая модель точно такая же. Но если присмотреться, отличия у них есть. Отличие идет, как изображены кнопки голоса. И также, как изображена кнопка домой. Ну, точнее, вот эти крайние кнопки, они очень важны. То есть, подбирайте именно, как изображено у вас на пульте, и так должно быть изображено у нас. Четвертая модель идет. Это необычный пульт. Он без голоса. Он идет не на Bluetooth. Он идет инфокрасный, что обращайте внимание. Естественно, отличие будет в цене. Он подходит ко всем телевизорам Xiaomi. Ну, то есть, если вы хотите более простой пульт, ну, то есть, эта модель вам подойдет. Она все главные функции выполняет. То есть, включение, кнопка домой, меню, back, громкость, перемотки. Ну, то есть, все это вы можете увидеть на этом пульту. Важное уточнение, то, что вот этот пульт без голоса и без Bluetooth, как я ранее говорил, идет на ABS-пластике. И также идет батарейка 2032. Что, естественно, дает ему отличие между похожими ему пультов. Но, напоминаю, что он инфокрасный. Не забывайте. И он подходит под все телевизоры Xiaomi. Дальше давайте приступим к приставкам. Также популярны ксиомовские приставки по доступной цене. И идет к ним два пульта. Первый пульт идет так же, как и во всех корпусах Xiaomi. Черный небольшой пульт, матовый, приятный на ощупь. Все эти пульты идут на ABS-пластике, что немаловажно. И идут две батарейки 3A. Здесь кнопка голоса находится снизу. То есть, это отличие от всех ксиомовских пультов, так что эта кнопка идет снизу. Обращайте внимание. И также сейчас на популярную модель ксиомовской приставки. Это идет вот данный пульт. Он отличается от всех пультов. Так же, так что дополнительными кнопками это Netflix и Live. Он отличается. То есть, его сложно перепутать. Напоминаю, нужно подбирать кнопка в кнопку. Так же, хотим вам представить, дополнительно у нас идут чехлы разных цветов. Чехлы очень комфортные на ощупь. Почему я бы советовал вам чехол? Во-первых, черный пульт теряется. То есть, его визуально очень легко потерять. Если вы возьмете какой-то яркий чехол и оденете, то есть, пульт уже будет выделяться. Выделяться, к примеру, на диване, в постели, где угодно. То есть, его будет легко найти. Плюс, добавляет надежности. То есть, если вы, не дай бог, уроните этот пульт, он не разобьется, крышка не отлетит. Ну, то есть, смотря как ударить, естественно. Ну, то есть, он защищает. И главный функционал остается. Ну, то есть, очень качественные, удобные чехлы. Спасибо за внимание. С вами был Назар. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии. Всем пока.